Ребята, мама уже устанавливает зонтик, мы уже на море, вот, кстати, я еще воду не трогала, надеюсь, она будет теплая, так вчера вода была холодная, я одна купалась, мама не захотела купаться в холодной воде, цвет появилась, мама уже почти установила зонтик, кстати, нам очень нравится этот пляж, он такой мелкий, красивый, хорошенький, так, ну что там, мама? Не хочет становиться? Сейчас я, короче, маме поможу, сейчас будет стелить красное одеяло, прям в теньке, чтобы я в теньке лежала. Да, сейчас будем купаться, ну не знаю, как мама, я сейчас пойду купаться. Ура! Мам, водичка намного теплее. Да, кстати, мы постоянно вот где-то вот здесь расстиваемся. Угу, я тоже иду купаться. Настя говорит, что вода теплая, классно, я люблю, когда теплая, а мир слегка всегда надо всегда теплая. Такую башенку Настюшка построила, симпатичную, мы с ней покупались, водичка тепленькая, хорошая, как я люблю как раз. Сейчас мы загораем, сижу под зонтиком, что-то сила. Возвращаемся с Настюшкой в номер. Одела сегодня Полину шляпу. Знаю, шляпичи получше мне. Надо себе такой приобрести. Вот, веку балкона. Сейчас поднесу вам. Жарко, молодец, да ты, не надо бежать. Всем привет, всем доброго времени суточек, ребятушки. Я, в общем, буду краситься. У нас сейчас утро. Косметику бы не наносила, но нужно... Из-за видео буду снимать СМР. Поэтому наношу на себя. На себя наношу косметику и немножко с вами поговорю. Расскажу вам про монетизацию. Вот, однажды меня в комментариях просили рассказать о заработке на ютубе. Сколько я получаю. Ну, в общем, многим будет это интересно. Так как я видела, что меня просят посмотреть в аналитике. Простите, ну, что мне... Так, в общем, все нормально, да? В аналитике диванный аналитик. Так, там, девчонки, смотрю. Попросили, чтобы он посмотрел, сколько я получаю с СМР-каналов и семья под Полтавой. В общем, зеркало у меня будет большое, так как у меня другого нет. Маленькое было, оно разбилось. Так, я вам уже говорила, что я бы, может, не красилась. Так, я бы, может, не красилась. Но буду снимать СМР сегодня. Так, смотрите, в общем, про заработок. Так как заработки у нас идут только с тех стран, где идет реклама. Вот, в России не идет, в Армении не идет реклама. Ну, в общем, что еще где-то не идет, я не знаю. Ну, заработки все говорят, что стали у всех очень-очень маленькие. Практически никто ничего не зарабатывает. Просто снимаем на энтузиазме, что ли, так сказать. Да, чтобы, ну, может быть, раскрутить канал, а потом, может быть, когда-то он будет приносить деньги. В общем, заработок очень маленький. Вот, у меня три канала, получается, два СМР и один семья от Полтавы. То на этих каналах, ну, если в долларах, допустим, считать, то это, ну, пусть там 200, еле-еле набегает, да, 200 долларов. Вот, поэтому, ну, в общем, вот такие вот. То, что мы тратим, вот. Ага, еще там у меня было такое в комментариях, чтобы я рассказала, как проходит мой день в плане, когда я успеваю снимать и СМР, и влоговый канал Семья под Полтавой. Ну, вот где я нахожу это время. Сейчас я вам расскажу, как на самом деле все это происходит. насчет вот этот заработок, он ничего не стоит, сами поймете. Потому что сколько вот идут, допустим, мои затраты по времени, чтобы снять эти каналы, да, снять видео на каналы, то такие заработки, они вообще по сравнению с этим очень-очень маленькие. Допустим, чтобы снять видео только одно, это влоговый канал. Вот смотрите, вот я, допустим, там вот периодично за весь день там что-то сняла, кадры, да. Считайте, я ничего не потратила, так как это был мой день, и я просто снимаю. А сама отрата времени идет уже на монтаж. Чтобы сделать монтаж, тут уже надо поработать. Вот на монтаж видео мне уходит по времени где-то час. Час времени. Час я лежу, монтирую, вырезаю, там, ну, делая монтаж, это, конечно, не так быстро. Как кажется, закинул кадры и соединил. Вот, и еще час идет на загрузку этого видео. Но чтобы загрузить это видео, это тоже нужно поработать, потому что нужно написать описание, теги, фештеги. Ну, в общем, поставить туда фотографию. С фотографией тоже надо поработать. Это тоже какое-то время. То есть на все это где-то уходит 3 часа. Но это только один влоговый канал. Только 3 часа на влоговый канал уходит. Так, я, в общем, сейчас крем смешала с тональным кремом. Крем простой и тональный крем. И, в общем, наношу. Так, и улажняет, и немного цвет даст. Не накрашенная. Буду готовиться к видео. Затем снимать уже помимо влогового канала, где у меня 3 часа просто уходит, мне надо снять ASMR-видео. ASMR-видео я сейчас начала снимать чаще. И буду, наверное, снимать чаще, чтобы хоть какая-то вот у меня копейка была. Потому что, ну, я же говорю, что мы про часы ничего не зарабатываем. Смотрите, чтобы снять ASMR-видео, тут уже, конечно, у меня уходит вообще времени, ну, где-то полдня уходит. Почему? Чтобы его снять, мне нужно себя подготовить. Мне нужно, ну, не берем о том, что там в душ, там идти туда-сюда, просто накрасить лицо. Накрасить лицо – это где-то час. Да? Час. Затем уходит около получаса, может, чуть-чуть больше. Это чтобы установить место, где я это буду делать. Вот. Установка очень важна. Для этого нужно все поставить, так как у меня ничего уж не стоит уже подготовлено, да? Поставить, потом сесть на стул, потом посмотреть, как будет моя голова. Так, так, так. Выставить эти микрофоны. Это уже полтора часа. Снять видео и того больше. Почему больше? Потому что у нас шум. Если бы это я снимала дома, в тишине, то, конечно, я бы потратила, пусть, где-то час. А так как я снимаю везде вот тут шум, грунт, там кто-то сказал, там чихнул, там и все слышно, а наверху у нас, у нас постоянно двигается мебель. Не знаю, что они делают. Это живут такие же, как я, люди. То есть они постоянно ее переставляют, постоянно ее зачем-то двигают. Вообще, для меня это так удивительно. Это каждый день. Каждый день почему-то это так происходит. Так. Поэтому вот здесь мне приходится останавливаться. Если я не остановилась, продолжаю снимать, я должна это вспомнить и потом сказать те же слова, чтобы потом вырезать то, что где-то там зазвенело, застучало, подвигалась мебель. То есть съемка на АСМР видео шепотов у меня вообще проходит даже не два часа, может быть и три часа, раз я с девяти часов и до часа где-то только снимала видео. То есть я уже была подготовлена, я уже сидела, я уже все. Слышу, кто-то идет по коридору, потом слышу, уже там кто-то чихает. Тут я сижу, жду, жду, когда будет тихо. Потом начинаю снимать, слышу, что начинается опять какое-то движение. Я останавливаюсь, встаю, выключаю, потом опять сажусь. И вот это вот на протяжении всего этого времени, то есть получается, чтобы снять у меня видео АСМР, у меня уходит часа четыре, часа четыре. Это совсем там макияж, установка камеры, плюс снятие. Но еще смонтировать. Смонтировать это еще тяжелее, потому что мне надо прислушиваться каждому шороху, звуку. Где-то что-то там собака залаяла на улице, там кто-то подвигал мебель, кто-то что-то сказал. Слышимость вообще невероятная. Потому что, чтобы смонтировать видео, это очень тяжело для меня. Я вот лежу, монтирую. Могу монтировать час лежать. Могу монтировать полтора часа это видео. Если звуковую дорожку еще накладывать, допустим, плюс к съемке и монтажу еще и звуковую дорожку, то это еще плюс час. Потому что, чтобы наложить звуковую дорожку, мне нужно опять ждать тишины. И если вдруг я ее записываю, и кто-то что-то сказал, мне надо остановиться, убрать эту дорожку и опять по новой накладывать. То есть очень тяжело. В плане АСМР видео, чтобы это все реализовать. То есть то, что мы зарабатываем на АСМР, это, наверное, очень мало. Я думаю, что каждый так вот АСМР-тист, который зарабатывает, и реклама там стоит только в начале. Там ни в середине, ни в конце ее не поставишь. Поэтому там вообще капает копейка. Так что, и вот так вот я и нахожу. Полдня я, допустим, занимаюсь одним видео АСМРом. Потом монтаж. Потом уже иду там, допустим, знаю, что мне надо в логовое что-то снять. Я иду там или на море, или там куда-то пройтись, или что-то записать. То есть я это записываю. И опять же, еще трачу время, пока это все реализую. То есть монтирую, выложу, выкладываю вообще. Пока ты напишешь вот это описание, подумаешь. Потом теги, хэштеги, само описание. Потом само вот это заполнение. Сама загрузка. Так что, как я вот так думаю, что лучше пойти полы помыть и заработать какую-то копейку. Просто пошел помыл, вот там полы помыть, там уборщица или как это называют. Это намного проще, чем ты будешь записывать, как блогер, какие-то видео. Это очень тяжело. А если у тебя болит голова, вот, а тебе надо все равно записывать, потому что, ну, тогда даже какой-то евро ты не заработаешь, да? Тоже надо все равно привести себя в порядок и что-то записывать. Ну и сложновато, сложновато. Так, в общем, лицо подготовила. Вот я вам рассказала, сколько я зарабатываю, это с трех видео, с трех каналов. С трех каналов. Так что, очень мало. Вот, будут говорить, а, это нормально, там, допустим, если ты не работаешь и что-то так... Это же не просто так дается, да? Я же вам рассказала, как это дается. Очень сложно, чтобы что-то это получить. Что блогеры получают не так много, как вот, допустим, говорят, что, ой, блогеры-то получают очень много. Нет, конечно. Ничего они там много не получают, потому что рекламу вставляют очень мало и многие ее пролистывают, не смотрят. То есть, я, конечно, хотел бы попросить вас, мои дорогие, чтобы вы не пролистывали рекламу, не пропускали ее, хотя бы просматривали, чтобы хотя бы хоть немножечко мотивировать меня, чтобы я снимала, мне тогда будет немножко веселее. Спасибо большое вам. Вот сейчас я готовлюсь к СМР. Сейчас я с вами поговорю и буду что-то записывать. У меня уже есть там идея. СМР-видео очень люблю записывать, мне очень нравится. Видите, какая слышимость? Идут и уже как слышно. Очень люблю снимать, потому что я себя настраиваю на такую волну. Вот. Так спокойно, хорошо. Бывает, вот перед тем, как снять видео СМР, я даже сама просматриваю СМР для того, чтобы войти в этот вот баланс какой-то. Мне очень нравится. Ну, в общем, я ответила вот на два вопроса. Один, это по поводу, сколько я зарабатываю на своих этих трёх каналах и где нахожу время для того, чтобы это всё записывать. Я скажу, что если бы я работала, где-то пошла на работу на восьмичасовой график, то я даже не представляю, как бы я записывала эти видео, находила бы, наверное, время. Это уже после работы. Тогда бы я вообще, наверное, с таким давлением была. Сегодня, кстати, ребят, представляете, в три часа ночи меня Лунка разбудила. И я слышу, что она хочет в туалет, она так немножечко так... Так... И я представляю, я встаю, говорю, Луночка, сейчас я тебя выведу. И мы пошли с ней на улицу, она сходила в туалет и потом спокойно уснула. А это всё было в три часа ночи? Это было в три часа ночи. А я сама уснуть не могу. Лежу, мучаюсь, 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 мучаюсь. И чувствую, что у меня давление от этого. Да, я же спала, а потом резко встала. А резко так, оно же не то, что там полежало тихонечко, а я резко, я просто поняла, что собачка хочет в туалет. И вот, и у меня так, это всё вот это, на голову, прямо же давление сильно. И утром я проснулась, чувствую, что у меня болит голова. А спать хочу. Во-первых, я не выспалась. Спать хочется. Наколотила себе уже под утро кофе. Думаю, попью кофе, и так немножко приду в себя. Вот. Ну, сейчас вроде так хорошо. Вроде так, ну, как там, или немножечко давление. У меня же вообще низкое давление. Мне надо выпить чашку кофе, чтобы оно, как бы, хотя бы нормализовалось. Вот. Ой, хотела краситься. Ну, ладно. Сейчас вам немножко поговорю, потом буду краситься. Вот. В общем, я... Подписывайтесь. Всех вас очень люблю. Вот. Не потому, что там, вы сейчас скажете, о, это потому, что там заработок, какой-то копейка какая-то там у неё капает, из-за этого она так говорит. Нет, действительно. Человек привыкает к съёмке. Человек привыкает что-то рассказывать. Человек привыкает вот к тому, что его смотрят. Мне очень нравится, когда мне пишут очень приятные комментарии. Когда мне пишут неприятные комментарии, мне, естественно, это не нравится. Вот. Как и каждому человеку, да. Вот. Просто есть нехорошие комментарии, которые я могу пролистать там дальше, да. А есть совсем, как бы, неадекватные комментарии. Тогда уже извините. Эти люди, конечно, попали в меня в бан. Я вообще не знаю. С бана выходят потом люди или нет. Ну, не знаю. Просто, может быть, надо было их оставить. Я хотела вам рассказать просто про одну женщину. У неё есть ребёнок, значит, женщина. Молодая женщина. Вот. Она писала мне такие очень неприятные комментарии. Я её забанила. Писала там всякую вот такую вот про меня, что я там нехорошо относилась, а она оказалась вот такой вот псевдобешенкой. Только она не учла то, что у нас идёт война. Потому что все думают, что война идёт где-то на Донбассе или война идёт где-то в отдельном городе. Хотя на самом деле война идёт у нас по всей стране Украины. По всей стране. Понимаете? Вот везде никто не знает, куда оно попадёт. И если человек боится за свою жизнь и за жизнь своих близких, то, естественно, у него реакция просто убежать с этой стороны, чтобы спастись или там пересидеть, или там найти себя где-то в другой стране. Ну, это если у кого какие-то там вот планы. Значит, ну хорошо, ладно, про то, что там она думает. Вчера сидела почему-то вот я кушала и вот вспомнила про эту девушку. А я в Ютубе вчера открыла, у меня в СМР есть такая вот девушка пишет, или женщина, или девушка такая вот, она симпатичная такая вот, наличика, кругленькая такая, такая миленькая, она снимает СМР, жёлтенькая у неё такой вот этот смайлик жёлтенький такой. И я к ней захожу иногда и смотрю там видео её. Вот. Она живёт в Краснодаре, где-то там живёт. В общем, такая интересная. А может идти на Кубани? Ну, в общем, не знаю, где она живёт. В общем, она такая миленькая, полненькая такая. И, короче, такой шепот у неё тоже смотрю. Думаете, я СМР смотрю? Всё смотрю, всех знают. Вот. И захожу в комментарии, думаю, ну, не буду писать, а то посчитают, что я там пиарюсь, пишу комментарии, для того, чтобы там кто-то это и перешёл. Думаю, не буду писать, просто смотрю и всё. Вот я смотрю, это зовут её Элена. Элена. Она живёт в Германии, которая вот так вот, в общем, тоже она снимает СМР-видео. Вот. Немножко пропиарю. Элену. Вот. И вы знаете, зашла к ней, посмотрела видео, посмотрела у неё СМР, посмотрела у неё влоговые там каналы. Вот. И она мне стала симпатична. Да, пусть она там говорила на меня и пишет там, всё у меня там это. Она мне стала симпатична. И даже думаю, вот я как психолог, да, я вот просто вникла вот в это вот всё, посмотрев её и думаю, боже, ну она такая хорошенькая. Особенно вот эти вот влоговые, как она ведёт. Она про зверят, про птичек, там показывала, как они пошли с ребёночком. У неё ребёночек маленький, но она его не показывает. Вот. Они пошли, там птички, там смотрели, я вот тут тоже смотрела. И думаю, такой голосочек, такой внешний. Там про черепашки, там голову черепашка показала. То-то-то-то-то-то-то. Такая она милашечка, оказывается. Да, ну, в общем, то, что она там на меня пишет, говорит, то это её как бы тело. Ну, она действительно неплохая. Ну, такая вот довольно-таки симпатичная и на внешность симпатичная и в разговоре такая милашечка просто. Думаю, ничего себе. Дай Бог, чтобы у неё тоже и канал продвигался. Элена АСМР у неё канал. Вот. Можете зайти посмотреть. Такая, ну, у неё уже там тысячу, смотрю, с чем-то подписчиков. Там реклама идёт. Вот. Заходите, подписывайтесь к ней. довольно такая интересная. Ну, она, видно, такая своеобразная. У неё есть свой стиль, у неё есть вот харизма какая-то, да, такая необыкновенная. Вот. Вот. Ну, в общем, ладно. Всё. Поговорила с вами. Не знаю, вставлю немножко там в море, как мы шли. Вчера, кстати, одела Пулину Панаму, поэтому была в Палишкиной Панаме. Думаю, просто может, купите себе Панаму. Вот. Поэтому не пишите там, что уже Пулина забрала. Не забрала, просто одела вчера на море Палишкину Панаму. Думаю, одену, потому что вот эти вот кепочки, не знаю, раньше мне не нравились, сейчас оно уже как-то мне не очень, или идёт, или под стрижку не так. Когда были длинные волосы, как-то оно смотрело, сейчас так одела, думаю, кто-то. Поэтому Палишкиной Панаме вчера купались. Ну хорошо, всё, мои хорошие, поговорила с вами, всё. Паляшкиной Панаме, Продолжение следует...